Может быть стоит атаковать с периметра нашей команде? Как вы считаете, Владимир Николаевич? Я думаю, под кольцом не получается, потому что уже несколько блокшотов совершили. Единственное, нужно сделать или быструю атаку, либо действительно атаковать со средней дистанции, с дальней. Потому что нарываться на блокшоты Гуртового и Джонсона, это немножко, так сказать, игроков, иногда немножечко, так сказать, создаёт неуверенность. Конечно, вот Риммон сейчас снова решил атаковать из-под кольца. Джонсон нарушил правила и два штрафных. Первый не забивает Хорват. К сожалению, тайм первый период проходит и Славин Риммонс ни одного броска не произвёл. А это известнейший снайпер европейского баскетбола. Элиамин возвращается в игру вместо Славина Риммонса. Да. А у черкасских мат появился Юрий Сумбрашко. Юрий Сумбрашко – это игрок сборной Латвии. Джонсон против Бодичева нет. Ну как же можно давать так бросать? Опять прозевали подбор. Шесть секунд на атаку Элиамин. Чисто выбивают у него внизу мяч. Клещук выходит за три секунды до конца первой четверти. Видимо, комбинация есть, заготовка домашняя у нашей команды. Раз выходит Клещук на площадку. Давайте сейчас посмотрим, это перекидка была? Неудачно. Да, хотелось бы телик на брос сделать. Ох, 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 вот это да! Артур Джонсон со своей половины площадки забивает сумасшедший мяч. И 23-18. Черкасские мавпы впереди. Нет, это что-то в стиле NBA. У нас сейчас начнется вторая четверть. Посмотрим, как сейчас играет Азалмаш. Минус пять. Надо что-то предпринимать. Леоделис, Элямин, Скутельник, Лещук и Макоев стартуют. Буцкий, Лебедев, Джонсон, Умбрашко и Гуртовой у Черкасс. Андрей Подковыров не убирает этот состав, который сделал результат в первой десяти минутке. Скутельник. Ну вот успевают за нашими игроками. Тут же Леоделис очень быстрый. Макоев. Ну или бросать нужно, либо передачу отдавать. Не очень правильное решение. Ну и Джонсон сейчас сквознячок запускает. А Лещук нарушает правила. Ну что-то на подборе сегодня совершенно не получается. У Залмаши ничего. Более мобильный Джонсон и Гуртовой. Немножко не успевают наши центровые за перемещениями этих центровых черкащан. Вот молодец Леоделис. Не пустил Лебедева. Плотно сыграл с Андреем. И за боковой от черкасские Мавпы. Джонсон. Нет, ничего там не было. Можно американцу не спорить с арбитрами. Халид Элямин, Леоделис. А вот здесь нарушали правила. Хорошая комбинация, быстрая, в хорошем стиле. Вот почаще бы такие атаки. Тогда будут либо фолы. Потому что остановить Леоделиса, Скутельника и Элямина на уровне это очень тяжело. Ребята на скорости идут. Они хорошо технически подготовлены. Поэтому убыстрят игру. Значит все будет на уровне. Но если будут фолы, тогда Мавпы будут играть уже аккуратнее. Поскольку 9 человек. Безусловно. Ну что-то из штрафной сегодня не получаются. Озолмаша. Один из двух Леоделис должен забросить. И вот замена. Арнас Козлаускас. Эксо Золмашевец вместо Владимира Гуртового выходит на площадку. Арнас Козлаускас, он игрок, так сказать, играет на позиции третьего, четвертого номера. Но он более тяготеет в позиции четвертого номера. Он хорошо работает на щите. Хорошо ставит спину. Подбирает много мячей. Когда он играл в составе Озолмаша. И отличный бросок. А вот смотрите, Озолмаш снова включает свою фирменную защиту. Ну как же так? Лещук оказался совсем в стороне. Некто было накрыть Джонсона. 25-19. По-прежнему 6 очков впереди черкасские Мавпы. Элемин. Ну может быть 3-х очков и нет. Буцкий контролирует ситуацию. Все-таки нарушает правила. Ну Буцкого первое персональное замещение. Азолмаш, по-моему, не забросил еще ни одного трехочкового. К сожалению, да, за эти вот соль прошло. 11 минут игры трехочкового действительно не было. Нет, ну еще Козлаус Коса должен, но не обыграл. Подоспел Лебедев Арнос. Трехочковый, точно. Я думаю, наши ребята, которые провели с ним уже два сезона, знают его сильную сторону. Трехочковый бросок. Поэтому нужно повнимательнее к нему относиться. В Арносове, если пойдет бросок, будет очень сложно его остановить. Да, 28-19. Леоделеса снова, ну, Макой нужно забивать, конечно. Хорошая была передача под щит Макой и Леоделеса. Все было сделано вовремя. И снова плотная защита Азов Маша. Козлаус Коса отталкивает Лещукара к локтям. Выписывают по Фоу Халиду Элямину. Хотя Элямин показывает, что Козлаус Коса первый начал. Вот Кеннен Байрамович вернулся вместо Лещука. И, судя по выражению лица, Кеннен настроен неизвинить ситуацию. Буцкий, ну, снова подбор. То есть мы сегодня подбором не могли. Артур Джонсон, Джоанни Макой. Уверен, Джоанни. Хороший подбор сделал. Да, и получил удар в лицо от Лебедева. Ну, это все было... Ну, наверное, спортивное... Ну, это была игровая ситуация, да. Андрей очень спортивный человек. И он никогда не сделает лишний таких... А вот Кеннен молодец. Не боится Козлаус Коса. Хорошо развернулся. Ну, жаль, не забросил. Вы знаете, это Югославская школа баскетбола. Кеннен же баснеец, вы знаете. Вот. И у него очень хорошая техника. Он одинаково бросит и трехочковый, и уйти из-под счета. И проход у него отлично. Одним словом, хорошая школа. И хороший бросок у Киана. С линии штрафных может он и с дальней дистанции попасть. 22-28, но нужен еще один. Да, не получилось сократить отставание. 22-28. Впереди вот черкасские мапы. Ну, вот кто должен был сейчас держать Лебедева? Ой, простите, Буцкого. Наверное, Халида Леонид. Конечно. Ну, и у Халида трехочковый. Еще ни у кого нет. Да, не получился. Я даже с фол получил. В обеих командах замена. Чарльз Госса у черкасских мап поменяет Лебедева. И Халид Элямин отправляется отдыхать. И выходит Александр Раин. Дело в том, что подковырал, бросил.